Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире выпуск программы новости Таллина в студии Екатерина Плехова. И сегодня мы расскажем вам о самых важных событиях, которые произошли в столице Эстонии, в центре внимания ряд важнейших решений города и всей страны для защиты населения от пандемии. Но, конечно, есть немало других тем, которые прозвучат сегодня в нашей передаче. Строгости меньше опасность не миновала. Смягчение ограничений не означает победы над вирусом. И снова рекорды скорости. Места на языковые курсы были заполнены за короткое время. Поддай газу. Таллиннский общественный транспорт обзаведется экологичными автобусами. Триумф образовательной демократии. Как пройдут экзамены в коронавирусном году. Несмотря на то, что правительство призывает неукоснительно соблюдать все правила безопасности во время чрезвычайного положения, за последнее время снизилось количество людей, которые следуют всем необходимым мерам предосторожности. Это может объясняться тем, что в последнее время стали появляться сообщения о том, что динамика заболевания начала снижаться не только в Эстонии, но и в других странах мира. Между тем, призыв соблюдать правила безопасности сохраняется до сих пор. И его никто не отменял. В частности, во время празднования 9 мая. Продолжение следует... И это, безусловно, является позитивным результатом. Но при этом существует определенный процент тех, кто хоть понемногу, но все же пренебрегает необходимыми мерами. Людей можно понять, поскольку на дворе хорошая погода и в средствах массовой информации время от времени появляется сообщение о вероятном смягчении режима особого положения или о том, что 11 мая откроются торговые центры. Но это не дает повода расслабиться и начать нарушать правила, поскольку человек может подумать, что ему уже ничего не угрожает и сам того не зная стать переносчиком вируса. Если говорить о том, сколько людей готовы использовать медицинские маски, то, согласно исследованию, 80% жителей готовы носить маску в помещениях общественного пользования. Выше всего готовность носить маску при посещении врача в торговых центрах и магазинах и в общественном транспорте. Таким образом, люди понимают, что опасность заражения в многолюдных местах существует до сих пор. Между тем, 15% не согласились бы носить маску, а 5% и вовсе не имеют четкого мнения по этому вопросу. А вот европейские ученые обеспокоены тем, что, по их предположениям, после смягчения мер может последовать еще одна вспышка. И в этом плане от нас зависит очень много, поскольку, пренебрегая мерами предосторожности, мы подвергаем опасности группы людей, которые наиболее подвержены заболеванию. И в первую очередь это пожилые люди. Ведь недаром в столице стартовала благотворительная акция, призывающая ветеранов, да и людей всех возрастов, не приходить 9 мая к бронзовому солдату, поскольку это увеличило бы вероятность заражения в разы. Сергей Овченков, Тииткарк, Новости Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok Первый квартал составил 2 миллиона евро. Год назад было 9,5 миллиона прибыли. Первый квартал был очень сложным. Первый квартал обычно самый прибыльный, а теперь мы сообщаем об убытках. Зима была на 6 градусов теплеобычной. Сильный ветер обрывал линии передачи, было много осадков. Запасов воды на гидростанции северных стран хватало на трехлетнее потребление энергии в Эстонии. Электроэнергия на рынке была и так дешевой, а коронавирус обрушил ее потребление, что и привело нас к убыткам. Зато в эстонской энергетике произошла определенная революция. Объем произведенной возобновляемой энергии впервые превысил объем сланцевой. Строительство новых ветропарков, причем не только в Эстонии, идет полным ходом. Традиционно электростанции все больше используют биомассу, газ и даже использованные автомобильные покрышки. В будущем сланцевая энергетика будет лишь гарантировать экономическую безопасность страны, а производство электроэнергии в основном станет зеленым. За два года объем выбросов СО2 в атмосферу уменьшился в четыре раза, что не означает конец сланцевой промышленности. Принято решение о строительстве нового завода по производству сланцевого масла. Решение на фоне упавшей цены на нефть многим кажется все более спорным. Сейчас 60% людей в мире сидят дома. Такого не было никогда. Это отразилось на 30% общего потребления нефти. Обычно и 3% считается экстраординарным. Сейчас очень необычная ситуация, но это не новая реальность. Мы справимся. Прогнозы пока говорят, что к концу года потребление вернется к обычному и далее будет расти. И цены на нефть опять станут нормальными, на которые мы и ориентируемся. В прошлом году в Вести энергии прошли массовые сокращения. В этом году в концерне рассчитывают, что их удастся избежать. Ресурсы направляются в ветреную энергетику и производство масла. Интерес к эстонским технологиям проявляют в Израиле и в Турции. Незабытая и малая энергетика из столицы здесь стала позитивным примером. В течение очередных пяти лет подразделение концерна будет по-прежнему на основе конкурса «Свещат Таллин». В Таллинне построены и строятся пункты скоростной заправки электромобилей. Но более показателями будут итоги второго квартала. Когда и станет ясно, что ждет экономику страны и ее энергетику в ближайшем будущем. Владимир Михалков, Вячеслав Скалецкий. Новости Таллина. В условиях вспышки коронавируса и последовавшего за ним чрезвычайного положения правительство приняло решение, согласно которому в этом году в основной школе экзаменов не будет. А государственные экзамены в гимназии не являются обязательными. Гимназию можно будет закончить и не сдавая госэкзаменов. Об этих важнейших для тысяч молодых людей временных изменениях в нашем следующем сюжете. Изначально, когда был объявлен карантин, то все учебные заведения были переведены на дистанционную форму обучения. Если в первую неделю в электронной системе наблюдался сбой, то позже она показала свою эффективность. Таким образом удалось, так сказать, одним выстрелом убить двух зайцев. Школьники и студенты получают необходимые знания, и вдобавок у них снижается риск заражения коронавирусом. Нельзя забывать и об учителях, и других работниках школ, ведь и они избежали риска заболеваний. А уж раздача тысячи пакетов с продовольствием детям – одна из важнейших столичных акций эпохи коронавируса. Но возникает вопрос, который волнует и тысячи выпускников, и, конечно, их родителей. Как же будет обстоять дело с выпускными экзаменами? Каким образом их можно будет сдать, и будут ли они проведены вообще? А ведь от этого зависит судьба молодых людей, их будущее поступление в ВУЗы, возможность получения бесплатных мест и многое другое. Правительство накануне приняло решение, согласно которому выпускники, которые зарегистрировались на госэкзамены в этом году, смогут при желании сдать госэкзамены по эстонскому или эстонскому как второму языку и по математике. Таким образом, экзамены являются добровольными, они пройдут период с 28 мая по 10 июня. Вот такая непривычная образовательная демократия, и тут детям и родителям нужно тщательно взвесить, не аукнется ли заманчивая возможность не сдавать экзамены сложностями в будущем. Результаты госэкзаменов станут известны к 30 июня. Более точные даты, когда будут проведены госэкзамены, можно найти на интернет-странице Министерства образования. Можно сказать, что образовательному учреждению данное решение далось нелегко, поскольку нужно было найти компромисс, при котором сохранился бы высокий образовательный уровень наших выпускников. Но ведь опыта в решении вопроса экзаменов в период пандемии нет, пожалуй, ни у кого в мире. Этот вопрос обсуждался с представителями родителей, учеников, учителей, содержателей школы, и все пришли к единому мнению. Но если у кого-то из учеников не получится сдать экзамен в нынешнем учебном году, такая возможность ему будет предоставлена в следующем. В первом полугодии следующего учебного года будут организованы также дополнительные госэкзамены. Их смогут сдать ученики, не сдавшие экзамены нынешней весной, или же те, кто остался недоволен достигнутыми результатами. Таким образом, у них предоставится такая возможность осенью, не позднее октября. Экзаменов в основной школе в этом году не будет, но для тех, кто хочет сдать экзамен по эстонскому языку как второму и получить свидетельство о владении языком на уровень B1, будет создана такая возможность. Для окончания основной школы годовые оценки ученика должны быть как минимум на удовлетворительно или зачет. Так что тем ученикам, которые подумали, что экзаменов не будет совсем, придется огорчиться. Они состоятся в любом случае. Вопрос только во времени. Сергей Овченков, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина. И продолжая тему образования, вспомним из речения о том, как какой-то дефицит расходится, словно горячие пирожки. Такими пирожками давно уже стали места на курсы эстонского языка. И хотя в связи с распространением коронавируса впервые эти уроки будут проходить в режиме онлайн, все 1456 мест были заполнены за считанное время. О том, как прошла сегодня регистрация жаждущих учить язык, расскажет наш сегодняшний гость, руководитель в области языкового обучения фонда интеграции Яна Тонди. Здравствуйте. Здравствуйте. Яна, очень многие, часто политики говорят, что эстонский язык у нас не очень-то хотят учить, но мне кажется, что то, как быстро закончились места, это лучшее подтверждение. Эстонский язык очень популярный среди людей, люди хотят учиться. Сегодня в течение полтора часа были расхватаны все полтора тысячи мест. И в связи с тем, что у нас встречается чайное положение, люди учатся, будут учиться онлайн, и мы боялись, что на онлайн курсы не придет народу, но на самом деле очень большое количество людей хочет изучать курсы онлайн, потому что по другую сторону экрана все-таки живой учитель. Мы можем говорить о том, что спрос превысил во много раз предложение. Да, это действительно так. Но следующие курсы мы уже предложим осенью, в августе месяце. То есть тот, кто не успел, к сожалению, летом останется без эстонского? К сожалению, да. Придется изучать эстонский язык с другими способами, например, электронные курсы, как «кейлайте», «кейлаклик», «спикли» и так далее. Как много вообще у нас желающих учить эстонский язык? Сколько людей, может быть, не успели? Я думаю, что примерно 6 тысяч людей, потому что сегодня утром как раз в 10.00 старались зарегистрироваться 6 тысяч людей. Были ли какие-то проблемы с регистрацией? Потому что полторы тысячи человек за полтора часа – это большая нагрузка для системы. Были маленькие проблемы, но это решилось, и люди могли спокойно регистрироваться на эти курсы. Как будут проходить курсы? Они онлайн, но как это вообще будет выглядеть? Курсы будут проходить онлайн. Каждый из дома должен иметь свой интернет, чтобы подключиться к электронной системе. Это интернет-курс. Обычная среда обучения – это ЗОМ или Дискард. Люди, мы боялись, что не в курсе этих среды, но они умеют этим пользоваться. Если не успеют, не умеют, то учителя обязательно помогут. Проще говоря, нашим людям дай только возможность. Они обязательно ей воспользуются? Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Напомним, что у нас в гостях была руководитель в области языкового обучения Фонда интеграции Яна Тонди. А мы продолжаем выпуск новостей Таллина. Хотя фраза «заплати налоги и спи спокойно» в общем является избитой, но рациональное зерно в ней, конечно, есть. Правда, в этот раз налогово-таможенный департамент напоминает, что хотя официальным сроком подачи декларации по доходам являлся конец апреля, из-за чрезвычайного положения их можно будет подавать дольше как в электронном, так и в бумажном формате. В новых датах разбирался Сергей Дыдыкин. По состоянию на сегодняшний день декларацию о доходах подали 719 тысяч жителей, из которых 98% сделали это в электронной среде и лишь два на бумаге. И хотя выплаты по переплаченному налогу происходят ежедневно, а их было произведено на сумму в 167 миллионов евро, государство продолжает ожидать еще порядка 27 тысяч деклараций. Но поскольку в связи с введением чрезвычайного положения Бюро обслуживания клиентов налогово-таможенного департамента закрыто по всей Эстонии, и декларации можно подать лишь в электронном виде. Государство готово предоставить лицам, привыкшим делать это лишь на бумаге больше времени. Срок подачи декларации у нас был в этом году 30 апреля, он уже истек. Но из-за чрезвычайного положения Бюро обслуживания по всей Эстонии закрыто. Это означает, что на данный момент люди, к сожалению, не могут прийти на место и подать свои декларации. А потому таким людям, привыкшим заполнять эту форму в Бюро обслуживания клиентов на бумажном носителе, налогово-таможенный департамент позволит это сделать в случае завершения чрезвычайного положения до конца июня. Впрочем, во избежание скопления людей в замкнутых пространствах, и этот срок может быть продлен. Мы будем, конечно, исходить из того решения, которое правительство примет. На данный момент это до 17 мая закрыто. То есть 18 мая можно будет подать. Если же правительство продлит чрезвычайное положение, то, соответственно, и Бюро тоже будет дальше закрыто. Словом, государство готово повременить и пойти на уступки жителям, не способным подавать декларацию в электронном виде. Кстати, тему налогов можно продолжить. Ведь сегодня в Риге-Когу прошло первое чтение о поправке к закону о подоходном налоге, в соответствии с которой в Эстонии может быть восстановлена возможность супругам подавать совместную декларацию о доходах. Те, кто заполнял прежде совместную декларацию, знают, что это позволяло несколько сократить размер сумм, подлежащих налогообложению, что помогало бюджету семьи. Эта идея совместной налоговой декларации вытекала из действующего закона о семье, а также из логики совместного ведения с супругами хозяйства и наличия общего имущества. Сейчас в производстве Риги-Когу находится законопроект, по которому законным супругам предлагается вернуть отмененное в 2017 году право подавать совместную налоговую декларацию. Авторы считают, что изменения положительно скажутся на супружеских парах, где только один из супругов получает доход. Однако у этого положения есть и противники, считающие, что это положение дает возможность избегать налогов с реальных доходов. Но на ситуацию этого года это обсуждение уже никак не повлияет, тем более, что переплаченный подоходный налог уже был возвращен в размере 170 миллионов евро, к доплате назначено 43 миллиона евро. С этого года возвращенный подоходный налог можно было направить на пожертвование, и такие благородные перечисления уже сделаны в сумме 127 тысяч 500 евро. В случае же возникновения вопросов обратиться на инфотелефон налогово-таможенного департамента можно по номеру 880-08-11 или электронным письмом по адресу эроклиент-собака-емта.е. Впрочем, в первую очередь ведомство рекомендует информацию на его домашней странице в интернете. Сергей Дыдыкин, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина. Правительство приняло решение о том, что с 11 мая в торговых центрах можно открывать торговые залы и пункты обслуживания, а также заведения общепита в случае, если там будет обеспечено наличие средств дезинфекции. Сегодня же было вновь разрешено обучение езде на автомобиле. С 10 мая религиозные службы, с 11-го уже упомянутые торговые центры, музеи и выставки. А те заведения общепита, которые раньше могли продавать еду только на вынос, снова могут предлагать ее и на месте. Предлагать питание на месте можно только до 22.00. 15 мая страна вернется к очному обучению, позднее будет разрешение общественных собраний, но пока запрещены мероприятия, предполагающие массовое скопление людей, так что все призывы избежать посещения военного кладбища 9 мая остаются в силе. Также, как правило, именуемое 2 плюс 2. Рекомендуется ношение защитных масок или, например, шарфа, прикрывающего рот и нос. Решение о развлекательных мероприятиях примут позднее. Но все это будет действовать лишь в том случае, если меры по смягчению не приведут к вспышке заболеваемости. Так что, тем более, скопление людей у бронзового солдата может как раз и спровоцировать подобную вспышку, способную сдвинуть все графики послабления карантина. Жители столицы ожидают итальянских мер, учитывая то, что здесь самая высокая концентрация населения, все шаги нужно делать с предельной осторожностью. Предприятие «Таллинский городской транспорт» заключило договор, благодаря которому в столице появятся два терминала, обеспечивающие газом новые и, самое главное, экологичные автобусы. Причем первые 100 из них прибудут в конце лета этого года. О том, почему воплощение этого проекта столь важно даже в период нынешней пандемии, в нашем следующем сюжете. В общей сложности столица сегодня располагает 525 автобусами. Полтора же года назад предприятие «Таллинский городской транспорт» приняло стратегическое решение перейти на экологически чистое топливо «Биометан». Естественно, для его использования понадобятся и совершенно новые, отличные от дизельных автобусы, которые будут полностью заменены газовыми к 2025 году. По мнению специалистов, влияние их на окружающую среду идентично тому, как если бы с улиц Таллина убрали бы несколько тысяч автомобилей. Ту партию, которую автобусы мы планируем закупить, это порядка 350 штук. Благодаря этому мы сократим выброс СО2 в атмосферу ежегодно порядка 25 тысяч тонн. Ну что на человеческий язык означает около 7 тысяч машинам в нашем городском пространстве в год. То есть это первый аспект. Второй аспект, потому что со стороны оперирования это для предприятия выгодно, потому что газовое топливо, оно более дешевое. Заключенный договор на два терминала с биометаном позволит только на одну из сотни современных автобусов муниципальному предприятию экономить до полутора миллионов евро в год. Кроме того, новая техника более комфортная и удобная для пассажиров. Так как это новый вид топлива для нашей компании и для Таллина в целом, то, соответственно, необходимо выстроить целую инфраструктуру для того, чтобы газовые автобусы могли заправляться и заправляться на наших территориях, потому что нет любой другой инфраструктуры в нашей стране, которая способна была бы обеспечить заправкой 350 новых автобусов. Поэтому мы делаем это на своей территории. Мы составили проектную документацию, мы объявили тендер. Но поскольку предприятие «Таллинский городской транспорт» является большим заказчиком, который будет покупать эту услугу на сумму 80 миллионов евро на протяжении минимум 10 лет, то им удалось заключить контракт с компанией, предложившей самую выгодную цену. Именно она и выстроит всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы не только заправляться экологически чистым и выгодным по деньгам топливом, но и для того, чтобы в рамках этого проекта были полностью обновлены автобусные парки как на Петербургском шоссе, так и на Кадока. А это позволит в будущем гордиться тем, что в Таллине самые современные транспортные инфраструктуры, соответствующие самым высоким стандартам не только Европы, но и мира. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина. И на этом мы завершаем выпуск программы «Новости Таллина». Вас еще ждет прогноз погоды на ближайшие три дня, а я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь до завтра и желаю приятного вечера. Завершает выпуск уже ставший традиционным, но очень важный для этих дней призыв, на который сегодня обратил особое внимание столичный мэр. Даже в самую хорошую погоду, даже в праздник 9 мая, пожалуйста, оставайтесь дома и тем самым берегите себя и своих близких. И, конечно же, будьте здоровы! В предстоящей ночь ожидается небольшая облачность без осадков, возможен туман. Ветер с северных направлений 2,7 м в секунду, температура воздуха 2,4 градуса тепла. В среду днем небольшая облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, порывами до 12 м в секунду, температура воздуха 13-15 градусов тепла. В ночь на четверг преимущественно ясная и сухая погода. Ветер с северо-западный, порывами до 12 м в секунду, температура плюс 2-4 градуса. В четверг днем небольшая или переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный, порывами до 14 м в секунду, температура воздуха 10-11 градусов тепла. В ночь на пятницу небольшая облачность без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 3,7 м в секунду, температура 1-3 градуса тепла. В пятницу днем переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный 3,7 м в секунду, температура воздуха 12-14 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова